К сожалению, есть такая традиция в Караганде. По завершению топительного сезона отключают по всему городу горячую воду на целые месяцы. И каждый год одно и то же. Мне кажется, это не очень приятная традиция. Для жителей Караганды после майских праздников, примерно с 10 мая, начинается ежегодная черная полоса. Ну, черная полоса, потому что электроэнергия дорожает. И значит, что и горячая вода становится роскошью. А вот более подробно в сюжете Ирины Вобещевич. С этим городом приняли решение и объявили это в социальных сетях и на нашей страничке теплотранзита. О том, что если есть желание у жителей отключиться, значит, то они подают заявку совместную от КСК или от управляющей компании, либо от какого-то юридического лица, который управляет этим домом. Они подают заявку, и мы этот дом можем спокойно отключить. Практика отключения по заявкам отдельных домов началась с прошлого года. Правда, в этом году погода преподносила сюрпризы вслед за устанавливающимся теплом и изнывающей жарой в квартирах, когда приходилось открывать окна и даже балконы, ожидалось похолодание. Поэтому подавать заявки в КСК и управляющие компании люди не торопились. Многие начали собирать подписи сейчас, но им в компаниях рекомендуют дождаться официального отключения, так как осталось потерпеть всего несколько дней. Это должно быть не менее плюс 10 среднедневная температура в течение 5 или 7 дней. На сегодняшний день эти условия уже соблюдаются. Мы видим, что впереди нет особых холодных периодов, за исключением ночных температур. И, скорее всего, как мы уже с Акимом города, еще будет, конечно, обязательное совещание, будет протокол совместного решения. Но изначально мы планируем на 30-е число, в ночь 30 апреля на 1 мая, прекратить санализованное теплооснабжение. Что касается горячей воды, то в этом году ее в летний период ждать не стоит. Ее отключат так же, как и отопление, и подадут осенью. Правда, отключение будет немного позже. Горячее водоснабжение будет пока подаваться до, как мы традиционно, после 9 мая мы отключаем горячую воду. Горячая вода будет подаваться практически до 12-13 мая. После этого мы приступим к гидравлическим испытаниям. У нас схема, она изначально традиционно сложилась, что трубопроводы большого диаметра, 1200 мм. При разборе воды 800 тонн в час, который мы сейчас имеем, да, 600-800 тонн в час, эта вода просто остынет. Она не дойдет до потребителя горячее. У населения остается вопрос, зачем в таком случае нужно подавать еще почти полмесяца горячую воду, если она не соответствует параметрам. Это общегородская проблема. Сейчас не будет циркуляции в элеваторных узлах, вода будет подаваться горячая. С подачи она будет идти холодная. То есть при наличии приборов учета горячего водоснабжения, ее надо будет очень много и долго сливать. И будут очень большие возмущения от жителей. Мы здесь будем получать кучу звонков, что горячая вода идет холодная. У кого нет счетчиков, просто заплатят по норме за полмесяца в обязательном порядке за услугу, которой не пользуются. В целом население в подавляющем большинстве безболезненно переносит отсутствие центрального горячего водоснабжения, так как за последние годы приспособились пользоваться альтернативными ее источниками. Но тут появилась новая проблема. Очень много титанов устанавливается. Но, соответственно, это тоже не очень хорошо, потому что сети, электросети, хотелось бы отметить, очень старые, изношенные, мало кто их меняет. И перегрузка по сетям вызывает значительное количество аварий. Горят автоматы, горит проводка. Ну, наши, естественно, ребята электрики больше бегают. Только на днях. Одна из квартир на Гоголя, говорит председатель, выгорела полностью по причине невыдержавшей проводки, которая в один момент дала сбой от перенапряжения. Сейчас уже не тревожит. Раньше тревожило, а сейчас мы уже приспособились, потому что другого выхода нет. Все с титанами, соседи, родственники, все с титанами. Человек ко всему приспосабливается? Водонагревателем? У нас водонагреватель на кухне, мы пользуемся горячей водой. Потому что вода отвратительная, вонючая, ее невозможно не купаться, аж тело все чешется. Невозможная вода. Скажите, а зимой вы пользуетесь? Нет. Вы полностью отключили? Мы полностью отключили в эту горячую воду. Есть арестон. Своими силами арестон есть, арестон включаем, моемся так. Лето, каждый день надо помыться, жарко, потеем, это очень плохо. Хорошо, что сейчас вот есть титаны, мы просто ими пользуемся. Если честно, я вообще круглый год пользуюсь титаном, потому что наша горячая вода оставляет желать лучшего. Сколько лет? Уже лет 10-20, может. Уже не пользуюсь. У меня титан, потому что вода вонючая, и пока ее спустишь, до третий этаж доходит тоже долго. То есть, получается, вы и в зимний период, и в летний период? Титан.